Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, часто дядюшку Мистика расстраивают разные люди, пытаются уязвить. Обидно, когда пытаешься даже помочь человеку, но... Ну, как бы, имеет ли право вообще, знаете, колдун обижаться? Как вы думаете, друзья мои? Ваш ответ? Да, конечно же, нет. Если вы обижаетесь, то у вас нету личной силы. Если вас уязвляют чужое мнение, чужие какие-то нападки на вас, то означает, что их стрелы проникают туда, куда нужно. Поэтому нет, конечно. Это означает, что в вас есть много чувства собственной важности. Оно утяжеляет вас, и вы не сможете выходить из тела. Поэтому обида, любая обида, это ваш минус. То есть вообще обижаться на кого бы то ни было, на людей, на общество, на Вселенную. Нет. Вам всегда дают то, что нужно. Можно делать вид. Да, вот есть такая практика контролируемой глупости, когда вы понимаете, что нужно играть в этом театре и делаете вид, что обижаетесь. Но если действительно вас что-то задевает, это ошибка. Если вы идете по пути знания, вы должны понимать, что все, что вам дает Вселенная, это ваш урок. Что бы это ни было, сладкое или горькое. Ну, друзья мои, тут некие люди попытались расстроить старого дядюшку Мистика. И, естественно, я в эту игру почему бы не поиграть, в конце концов. Почему бы не поиграть? Поэтому драгоценные мои, какой-то странный шаман из Нижнего Тагила и замечательный мужчина, у которого вообще швах с энергетикой, но он как бы что-то такое сам боится что-то сделать. Сам не решается, покрыт весь грязью с головы до ног и еще пытается этой грязью измазать кого-то вокруг. Беда, друзья мои, беда. Но, если есть вызов, есть и ответ, поэтому с любовью, абсолютно, друзья мои, с любовью и с приветом для Нижнего Тагила и этих людей, я вам посылаю этот ответ. И поверьте мне, он будет хорошим уроком для вас, с любовью, абсолютно. Но вот, знаете, как в сказках, пока не износите, знаете, семь пар железных ботинок и семь посохов металлических, да, будет ли счастье в вашей жизни, здоровье и радость? Ну, конечно же нет, конечно же нет, потому что всегда Вселенная дает именно того противника, который вам нужен. А сейчас, я как понимаю, Вселенная дает знак мне, что я должен быть противником для вас, потому что вы, как говорится, на это попытались мне щелкнуть по носу, ну, а теперь щелкну я. С удовольствием и с любовью, потому что я понимаю, что Вселенная в моем лице дает вам хорошего учителя, чтобы все ваши вот эти вот шаманские игры, наработки, весь ваш этот театр, театр шарлатанства и пустоты, накрыло настоящей магией и сжало ваши сердца. Не до конца. Не вздумайте ломаться, не вздумайте помирать. Еще рано. Семь железных ботинок, да, пар, семь пар железных ботинок, семь железных посохов износить, сгрызть этих, как говорится, черствого хлеба. Вот эти, вот это, как в сказках, друзья мои, о нашей жизни есть сказка. Поэтому я всегда принимаю вызов и понимаю, что, знаете, вот любая вещь, которая приходит, плохая или хорошая, это дар от Вселенной. И я благодарен ему. И, естественно, если Вселенная меня поручила хлопнуть вас, как говорится, легонечко по это, то я хлопну. Так что давай, дружище, покушай блинков у себя в Нижнем Тагиле вместе со своими шаманами. Потому что будет вам на орехи от дядюшки Мистика с чистой душой, с чистой совестью. Успехов и удачи. Пока.